Всем добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о том, как избежать осложнений после чистки лица. У нас есть много материалов на нашем канале относительно чистки лица. Есть даже процедура этапа ультразвуковой чистки, где я показываю, как правильно делать ультразвуковой пилинг. Но здесь как раз более прикладную информацию я хотела до вас донести, чтобы избежать каких-то проблем, как то, например, обострение акне после чистки или какие-то нежелательные явления в виде раздражения, сухости и прочего, когда мы провели в салоне эту процедуру. В первую очередь надо разобраться, когда можно делать чистку, а когда нельзя, потому что одной из ошибок данной процедуры является неправильное определение показаний, то есть состояние кожи, при котором вообще эту чистку проводить можно. Чистку лица в классическом её понимании, то есть она может быть комбинированной, совмещать аппаратное воздействие, например, ультразвуковой пилинг или гальваническую дезинкрустацию, плюс обязательный этап мануальной чистки, потому что никто ещё не придумал никаких способов удалить, например, комедон или экстрагировать пустулёзные элементы, кроме как руками косметолога и инструментом, которые у него есть. Никакой аппарат, никакой ультразвук и никакой гальванический ток с этим не справится. Кроме того, надо понимать, что это воздействие не всегда такое агрессивное, как многие себе представляют, если, естественно, правильно это всё производить. Об этом мы как раз и поговорим. Когда можно делать чистку? Когда у нас кожа, даже склонная к воспалению, не имеет более 10 воспалительных элементов, когда она не раздражена, то есть у неё нет повышенной чувствительности, она не принадлежит, это кожа пациенту с розацией в период обострения, когда кожа не тотально обезвоженная, с какими-то проблемами, которые надо решить сначала, а потом уже заниматься агрессивными относительными воздействиями и проводить, например, в частности чистку. Кожа тонкая, кожа, которая пострадала, например, от действия ультрафиолета избыточного, то есть когда есть какие-то моменты, требующие восстановления барьерной функции. То есть кожу с нарушенной барьерной функцией и с количеством воспалений избыточным, то есть более 10 воспалительных элементов, чистить априори нельзя. Когда можно и даже нужно? Тогда, когда есть достаточно много комедонов, когда есть гиперкератоз, то есть склонность к повышенному роговению эпидермиса, кожа толстая, грубая, она становится тусклой от того, что роговые чешуйки в избыточном количестве накапливаются на поверхности эпидермиса и плохо отшелушиваются. То есть кожа с замедленным отшелушиванием. То есть это может быть и молодая кожа, а может быть и возрастная, потому что с возрастом эксфолиация естественная, она, к сожалению, замедляется. То есть обновление кожи замедляется. А если мы заставляем кожу обновляться как в молодости, то она и выглядит моложе. Второй важный момент – это проведение самой процедуры. То есть вторая важная ошибка – если процедура проводится либо по какому-то сокращенному протоколу, то есть, например, не используется успокаивающая маска в конце, либо чем-то неправильно закрывается, каким-то простым, жирным или неподходящим данному типу кожи кремом. То есть это тоже важно. Поэтому, опять-таки, в начале процедуры мы должны хорошо сделать разрыхление эпидермиса, потому что чем лучше и эффективнее мы разрыхлим эпидермис, тем легче и атравматичнее мы сможем удалить, например, комедоны. Что важно? Должен быть качественный, хороший предуход. То есть очищение должно быть мягким, не агрессивным. Распаривание холодное, желательно холодное, потому что у каждого второго купероса распаривать паром по старинке уже, как говорится, никто этим не занимается. Существуют средства для холодного распаривания, такие как гель для дзенкрустации, такие как энзимная пектиновая маска у нас, например, линейки Гельтек. Если мы не используем аппаратные чистки, то лучше брать сразу энзимную пектиновую маску. Если мы используем аппаратные чистки, можно комбинировать энзимную маску и гель для дзенкрустации, для холодного распаривания, либо использовать только гель для холодного распаривания, то есть дзенкрустирующий гель. Если мы хорошо разрыхлили эпидермис, у нас хорошо проходит потом и атравматичный этап мануальной чистки. И дальше мы переходим к сначала поросуживающей маске. В протоколе любой чистки есть обязательно поросуживающая маска на основе коалина. К сожалению, у нас в Гельтеке пока такой маски нет, но мы прекрасно можем комбинировать свою линейку с линейками других профессиональных производителей, у кого есть хорошие маски на основе коалина, бентонита и так далее. Но такая очень часто встречающая ошибка бывает, что на этом процедура и заканчивается. А нам желательно сделать еще успокаивающую маску. То есть мы при помощи, например, геля для сухой нормальной кожи Нео, вот такой вот одноразовой масочки и лосьона концентрата Нео, такой наш известный протокол, можем сделать успокаивающую маску. У нас, кстати, есть видео эксперт-процедура супервлажнения на канале, где я подробно на 20-й минуте, по-моему, этого видео показываю, как делается эта маска. Так вот, успокаивающую маску мы делаем в конце процедуры, и после этого мы уже закрываем ее. И чем мы закроем процедуру, это тоже очень важно. Это должны быть обязательно какие-то средства с противовоспалительными компонентами. Например, гель Демотен или сыворотка стопакнеса золоиновой кислотой не нужно закрывать каким-то простым финальным жирным кремом, например. Хотя если склонности к акне, именно к воспалениям нет, то можно и обычный крем увлажняющий использовать в конце. И зачастую процедуру хорошо завершить трехминутной дарсонализацией, особенно если удалялись какие-то пустулезные элементы, с целью дезинфекции поверхности. Это делается в самом конце. Вот так проявляется правильно классическая чистка. И третья ошибка – это то, что допускает человек уже дома, когда он неправильно ухаживает за кожей. То есть он, допустим, идет в бассейн, спортзал, не выполняет рекомендации косметолога по гигиене, и таким образом получает осложнение в виде обсыпания новыми воспалительными элементами, пиодермия и так далее. Поэтому это обязательно нужно с пациентом проговорить. Некоторым пациентам со склонностью к воспалениям назначать антисептик, какой-нибудь актонисепт или хлоргексидин на 3-4 дня после чистки. Обязательно использовать, опять-таки, средства противовоспалительные в домашнем уходе и следить за гигиеной. То есть одноразовое полотенце для лица, чистая наволочка, возможно, проглаженная ежевечерней, и чистое постельное белье. Таким образом мы избежим осложнений после чистки, и все у нас будет хорошо. Если наше видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых наших видео. И до встречи в комментариях. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok